Добрый вечер. Как обычно, в пятницу общественное телевидение подводит итоги недели. Прошедшие семь дней были насыщены яркими событиями, и большинство из них происходили в день города. В субботу Днепропетровск отметил свой 239-й день рождения. Праздничный молебен в Свято-Троицком кафедральном соборе, возложение цветов, открытие музейного переулка, парад ретроавтомобилей, аллея творчества, фестиваль вина и виноградарства, новые рекорды, масса творческих и спортивных выступлений. Перечислять все, что радовало горожан в этот день, можно очень долго. Давайте лучше еще раз посмотрим, как это было. В субботу Днепропетровску исполнилось 239 лет. С самого утра сотни горожан пришли в Свято-Троицкий кафедральный собор, чтобы помолиться о процветании города и благополучии каждого его жителя. Праздничная служба объединила всех, независимо от возраста, пола, социального статуса и политической принадлежности. Я хочу всех поздравить с этим великим праздником, пожелать мира, благоденствия, благополучия и усыпного покровительства Матери Божьей. Мы молимся за мир в Украине, мы молимся за мир и стабильность, спокойствие в Днепропетровске. Крестный ход является таким очень мощнейшим символом и приурочен он 240-летию Днепропетровской епархии и Дню города. Мы все верим, что Днепропетровск станет тем городом, в котором будет примирение, в котором будет спокойствие и нормально будут развиваться и города Украина. Официальное открытие праздника «Лучший город на Днепре» по традиции состоялось возле памятника Александру Полю. Минуты молчания почтили память те, кто не пожалел своей жизни, став на защиту родной страны. Цветы к памятнику почетному гражданину Днепропетровска возложили руководители области и города, народные депутаты Украины, представители силовых структур, религиозных общин, гости и горожане. Днепропетровску хочу пожелать ему процветания, хочу пожелать ему мира, здоровья и чтобы его имя Днепропетровск осталось навсегда. Искренние поздравления и слова благодарности звучали в адрес те, кто трудится во благо нашего города. Наше место называют сердцем Украины. Это действительно так. И не только с точки зрения географии. Днепропетровск, этот непростый для государства час, стал надежным форпостом, оберегом мира и свободы украинцев. Мы уверены в том, что Днепропетровск – это сердце Европы. На аллеях проспекта Карла Маркса демонстрировали свои умения художники, дизайнеры, мастера народного искусства, фотографы, издатели, фольклорные коллективы, поэты, кинематографисты. А на площади Героя Майдана появился музейный переулок. Клуб виноградарей Приднепровья подготовил фестиваль дегустацию авторского вина «Днепропетровская лоза». Ретро-парад «Город с историей» из 15 автомобилей, созданных в разные времена, прошел по главным улицам города. И, как всегда, до самого вечера горожан радовали яркими и зажигательными выступлениями лучшие творческие коллективы города. Прежде чем просмотреть наш следующий сюжет, хотелось бы вспомнить слова британского рок-певца, композитора и пианиста Элтона Джона. Когда-то он сказал «Музыка и спорт объединяют людей» и был абсолютно прав. В минувшее воскресенье Днепропетровский автодром объединил гонщиков из всей Украины и Молдавии. Шестой этап чемпионата страны по авторалле, проходивший в поселке Опытном, стал знаковым событием спортивной жизни региона. Ведь соревнования такого масштаба прошли здесь впервые. Как спортсмены осваивали полуторакилометровую трассу, видели и наши журналисты. Виск тормозов, столбы пыли и зашкаливающий адреналин. В авто, выписывающих крутые виражи по трассе автодрома поселка Опытный, спортсмены со всех уголков нашей страны. Все они участники чемпионата Украины по авторалле, который состоит из нескольких частей. Днепропетровск принял гонщиков шестого этапа соревнований, в том числе гостей из Молдавии. Соревновались за звание победителя и дети. Очередность построения спортивных автомобилей определилась днем ранее. На тренировке судьи оценили возможности участников и распределили их места на старте. У участника и по совместительству организатора соревнований Сергея все шансы показать достойный результат. Его места на старте – второе и третье. 54-летний спортсмен, четырехкратный чемпион Украины по авторалле. На вопрос о том, что же помогает ему побеждать, отвечает кратко. Не, в приметы не верю. Верю только в честную, бескорыстную дружбу. 50 авто, шести разных классов. Соревнования такого масштаба прошли в Днепропетровске впервые. Организатор чемпионата Александр Фельдман отмечает, многое зависит от качества автодрома, поэтому он очень доволен появлением безопасной скоростной трассы. Она не сложная, она интересная. Это одна из самых быстрых трасс у нас в стране. Еще есть в Харькове, была раньше в Артемовске. На сегодняшний день по инфраструктуре и по возможностям развития она, наверное, номер один. Благодаря поддержке небезразличных людей у доведенного до ума автодрома есть возможность получить лицензию на проведение чемпионата Европы. Что же касается результатов чемпионата Украины, его победитель определится в декабре после заключительного этапа соревнований в Александрии. И еще один праздничный сюжет. 17 сентября в Украине отмечается День Спасателя. Профессиональный праздник тех, кто защищает людей от разбушевавшегося огня или воды, а порой, чего греха таить, и от последствий человеческой глупости. Это праздник тех, кто в любую погоду, в любое время суток, порой рискуя собственной жизнью, готов прийти на помощь и защитить, спасти и уберечь. К своему профессиональному празднику Днепропетровские спасатели пришли в полной боевой готовности, проведя не только торжественные мероприятия, но и соревнования в профмастерстве, а еще приобщив к работе своих детей, которые, кто знает, может тоже когда-нибудь захотят стать спасателями. На базе Самарского районного спортивно-технического клуба «Общество содействия обороны Украины» прошел второй этап областного конкурса по скоростному маневрированию на пожарных автомобилях. Цель конкурса – повышение профессионального мастерства водителей пожарных автомобилей, улучшение транспортной дисциплины и профилактика дорожно-транспортных происшествий во время следования к месту вызова. Традиционно программа соревнований состояла из двух этапов – теоретического и практического. Сначала водители сдавали тесты по правилам дорожного движения. Во время практической части 11 водителей, успешно сдавшие зачеты по теоретической подготовке, имели возможность продемонстрировать свои умения. Маневрирование пожарно-спасательным автомобилем включало упражнения змейка, круг, бокс, колея, эстафета, туннельные ворота, пеньки, а также боевое развертывание, в котором были отработаны сборы подачи воды из открытого источника. Первое место в соревнованиях завоевал водитель 56-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области старший сержант службы гражданской защиты Сергей Козак. В номинации «Боевое развертывание» по результатам соревнований судьи отдали победу водителю 31-й ГСП СЧС, прапорщику службы гражданской защиты Сергею Поломарчуком. Призерам вручены почетные грамоты и подарки. А пока спасатели соревновались в профессиональном мастерстве, их дети ближе знакомились с работой родителей. Для них была организована экскурсия на выставку, посвященную истории пожарно-спасательной службы края. 40 ребят имели возможность не только окунуться в историю, но и воочию видеть настоящие спасателей, посидеть в пожарно-спасательных автомобилях, примерить на себя профессию родителей и понять важность и необходимость их работы. Детям показали учебный фильм о службе ГСЧС, исторические экспонаты, современную старинную пожарно-спасательную технику. Сотрудники выставки подготовили интересную и насыщенную программу, сделав акцент на том, что ребята могут гордиться своими родителями. Кроме того, ребята получили необходимые знания в области безопасности жизни. Оставляя выставку, маленькие посетители выразили слова благодарности и получили от сотрудников ГСЧС памятные нагрудные значки и сладкие подарки. Как это ни печально, но праздники заканчиваются и приходится возвращаться к насущным проблемам. Одна из сегодняшних реалий – космическое подорожание коммунальных услуг. Стоит только подумать о приближающихся холодах и головная боль растет прямо пропорционально цифрам в квитанциях об оплате коммунальных услуг. Новые тарифы пугают абсолютно всех. И государство решило помочь людям нести эту непосильную ношу. В феврале в Кабинете министров утвердили постановление об упрощении процедуры получения субсидий. Этому вопросу была посвящена недавняя пресс-конференция в облгосадминистрации. О новых нюансах оформления льгот на жилищно-коммунальные услуги рассказывали в Днепропетровской обл. администрации. А наши журналисты спросили у горожан, как они относятся к помощи, предложенной государством. Мы, конечно, получается, оформили эти субсидии. Но существенно, конечно, мы не увидели такой разницы в тарифе. Все равно платим достаточно много. А если еще отопление пойдет, то вообще... Ну, у меня и сейчас есть субсидии. Я просто, вот, кстати, не знаю, или мне надо перед отопительным заново, или она продлится. Туда съездила, там, конечно, дикие очереди. Я в субсидию не очень верю. Почему? Ну, мне уже приходилось оформлять ее. Не знаю. Только разговоры, понимаете. Я за у нас там на работе сотрудница оформляла, то никаких упрощений нет. Тысячу справок, тысячу бумажек, всего так бы самое было. Мнение жителей города по поводу субсидий сводится к одному. Большинство не верит в то, что она существенно поможет в оплате высоких коммунальных тарифов. Тем не менее, в Днепропетровской облгосадминистрации говорят о том, что желающих получить государственную помощь становится все больше. В сравнении с прошлым годом количество оформленных субсидий увеличилось в 10 раз. С начала текущего года коммунальные льготы получили почти 245 тысяч семей. В связи с наплывом посетителей в управлении соцзащитой государством разработана упрощенная схема получения субсидий. По словам специалистов, чтобы сократить очереди и ускорить процесс получения адресной помощи, Днепропетровское управление соцзащиты принимает документы в своих подразделениях по месту проживания, отправленных через Укрпочту и через интернет. Заполнить заявку и декларацию онлайн можно на портале государственных услуг. Заполнить документы на назначение субсидий онлайн точно так же, как и подать их лично в управление социальной защитой населения при подаче. Точно так же, как и документы, которые заполняются и отправляются по почте. Я акцентирую на этом внимание. Заполняет только тот человек, который прописан в домогладении и на которого открыты лицевые счета. Кроме того, количество прописанных жильцов должно соответствовать числу зарегистрированных в документах предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги. Всем, кто уже обращался, всем, кто уже заполняли заявление и декларацию для назначения субсидий, заполнять повторно эти документы не нужно. То есть это касается только тех семей, которые вот сейчас приняли решение о том, что им субсидия необходима, они хотят воспользоваться этим видом адресной социальной помощи. Часто вопросы о субсидиях задают люди, в чьих квартирах есть счетчики, газы и воды. Если стоят счетчики, это экономное потребление данной услуги, которое дается домовладению. Но субсидия дается на нормы, на нормы потребления. Нормы потребления считаются, исходя из количества прописанных людей. При соблюдении всех правил у многих есть шанс на получение адресной помощи, которая предоставляется на целый год. Продолжить и развить эту тему, которая без сомнения волнует очень многих наших зрителей, мы решили, пригласив в нашу студию начальника отдела Департамента социальной защиты населения Днепропетровской обл. госадминистрации Александру Владимировну Давыдовскую. Добрый вечер, Александра Владимировна. В нашем сюжете шла информация о том, что количество людей, которые хотят получить субсидии, увеличилось в 10 раз. На самом ли деле эти цифры правдивые? И что сейчас происходит в отделах соцзащиты? Да, на самом деле на сегодняшний день в Днепропетровской области 245 тысяч домовладений уже пользуются программой жилищных субсидий. Поэтому по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это действительно более чем в 10 раз эта цифра превышает. Но Кабинетом министров Украины принято решение выделить на эту программу в целом по Украине практически 25 миллиардов гривен. Из них Днепропетровская область в свою очередь получила более 2 миллиардов. Поэтому всем хватит. Все люди, которые нуждаются в этом виде адресной государственной помощи, они все будут этим видом помощи обеспечены. Какие ограничения, установленные Кабинетом министров на получение субсидий? Или, проще говоря, кто имеет и кто не имеет права на оформление этих документов? На получение субсидий, для получения этого вида помощи имеет право любой человек, любая семья, которая оплачивает на свой взгляд достаточно приличную сумму на оплату жилищно-коммунальных услуг. Нет ограничений не по статусу, то есть нет такого, что работающим дают, не работающим не дают. Нет ограничений не по возрасту, нет ограничений не по доходам. Единственный момент, который остался в виде имущественного ограничения, это разовая покупка в период, за который берутся доходы, которая равна либо превышает 50 тысяч гривен. То есть если человек при оформлении субсидий указывает срок, за который берутся доходы, предыдущий календарный год, то такой покупки не должно быть в 2014 году. Если эта покупка была совершена в последние три месяца, то не нужно указывать тогда этот период, нужно брать предыдущий календарный год. Это единственное ограничение. Какой пакет документов нужно приготовить или с каким пакетом документов нужно приходить в отделы соцзащиты для того, чтобы оформить субсидию? На принятое решение еще раз все домовладения Днепропетровской области обеспечить необходимым пакетом документов, а это заявление на одной странице и с обратной стороны этого листа, на другой странице декларация о доходах. То есть если семья имеет право на получение субсидий на общих основаниях, то есть количество прописанных домовладений соответствует количеству людей, которые числятся в предприятиях, которые оказывают коммунальные услуги. Один из прописанных, на нем все лицевые счета, на его фамилии все лицевые счета в предприятиях. В этом случае человек заполняет только заявление и только декларацию. Никаких других документов подавать нет необходимости. Если существуют какие-то исключения из этого правила, то есть прописано три человека, а фактически проживает один человек, или какие бы то ни было моменты, которые не совпадают с общими основаниями, в этом случае там уже будут комиссионные эти вопросы рассматриваться, и тогда комиссия может потребовать какие бы то ни было документы. Еще момент, который касается тех людей, у которых существенно по сравнению с 2014 годом ухудшилось материальное положение. То есть у нас в положении порядки назначения жилищных субсидий прописано, что берутся доходы за предыдущий календарный год. То есть 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года. Но если в 2015 году по сравнению с прошлым годом значительно ухудшилось материальное положение, то есть кого-то сократили, кто-то остался без работы, можно указывать последние три месяца до месяца обращения. То есть если сейчас сентябрь, указывают с 1 июня по 31 августа 2015 года. Но в этом случае необходимо обязательно предоставить справки о доходах. То есть либо из центра занятости, либо если человек не работает, в декларации прописывает, что и не працюе. В этом случае нужны справки о доходах только работающих граждан. Ни пенсионерам, ни женщинам, которые получают социальную помощь через управление соцзащитой, никакие документы исполнить не нужно. Скажите, сколько происходит рассмотрение заявки жителя Днепропетровска на получение субсидий? Ориентировочно сроки? От 20 дней до месяца на сегодняшний день. Это обусловлено положением о порядке назначения жилищных субсидий. То есть есть определенное количество дней на формирование запросов предприятия. Есть количество дней, которые эти предприятия отрабатывают эти запросы. В последующем возвращается информация с государственной фискальной службы о доходах, с пенсионного фонда о размере пенсии, с предприятия о размере платежей по каждому домовладению. И еще дается 10 дней на обработку этих документов и назначение жилищных субсидий. То есть минимальный срок – это 20 дней. Дальше уже кто как сработает. Очень много вопросов от жителей города поступает по поводу очередей, с которыми они сталкиваются в отделах. Что делать в этой ситуации? Как можно решить эту проблему? Для того, чтобы минимизировать очереди, поскольку нагрузка возросла более чем в 10 раз на управление соцзащитой, о чем мы говорили, мы сейчас работаем в трех направлениях. То есть не только принимаются заявления, как это всегда было от граждан в управлениях соцзащиты по месту прописки лично. Граждане имеют право, имеют возможность заполненные заявления, декларацию положить в конверт и отправить по почте, не приходя в управление соцзащиты. И третий момент – это пилотный проект Днепропетровской области, возможность подать документы на назначение субсидий через сеть интернет. То есть можно в электронном виде заполнить на портале государственных услуг igov.org.ua, заполнить документы в тестовом варианте вопроса. И эта заявка автоматически попадает в управление. На сегодняшний день по этому проекту работает только 8 управлений города Днепропетровска. То есть весь Днепропетровск охвачен полностью и подключаются уже другие города и районы Днепропетровской области. Мы надеемся, что все смогут воспользоваться таким видом подачи документов. Очень приятно, что Днепропетровск всегда первый в таких подобных пилотных проектах. И, что немаловажно, они действительно работают. Что бы вы посоветовали нашим телезрителям, которые действительно нуждаются в средствах для оплаты коммунальных услуг, что им нужно сделать в первую очередь? Я вообще советую всем жителям Днепропетровской области не бояться этой программы жилищных субсидий. Субсидия – это адресная государственная социальная помощь, которая не несет за собой изменения формы собственности жилья. То, что говорят, что когда мы будем продавать квартиру, придется возвращать деньги, все, за которые были оформлены по субсидии. Этого делать не придется. Субсидия – это безвозвратная помощь государства на оплату коммунальных услуг. Второй момент – это то, что не нужно бояться отправлять заявление, декларацию. Никакие обмены информации с органами государственной фискальной службы, то есть налоговой, они не взаимные. Мы делаем запрос в фискальную службу и получаем информацию о том, какие доходы человек получил. Уже на сегодняшний день не имеет значения, какие вклады у людей в банках, то есть дивиденды и проценты не учитываются при назначении жилищной субсидии. Не имеет значения, какие виды одноразовой помощи из государственного бюджета, из областного бюджета или из местного районного либо городского бюджета получили люди. То есть берутся доходы, которые носят систематический характер. Это пенсии, это заработные платы, это стипендии студентов, это социальные помощи женщинам, которые находятся по уходу за ребенком. То есть только те выплаты, которые имеют систематический характер. И только за тот период, либо предыдущий год, либо три месяца, который заявитель сам укажет в декларации. Спасибо вам большое за исчерпывающие ответы. Ну а мы напоминаем, у нас в студии была начальник отдела Департамента социальной защиты населения Днепропетровской облгосадминистрации Александра Владимировна Давыдовская. Кто-то думает, как сэкономить деньги на оплате коммуналки, а кто-то вообще рискует лишиться возможности пользоваться этими самыми услугами. Речь идет о непонятной ситуации, в которой оказались жители Ленинского района. Взявшиеся неоткуда долги, закрытые пункты абонентского обслуживания, путаница с лицевыми счетами и взаимное непонимание с работниками Днепрогаза такими последствиями обернулась для людей реорганизация газового хозяйства. Вот и пришлось жителям первой и второй Диевки искать помощи в разных, порой неожиданных инстанциях. Подробности в нашем следующем сюжете. В поселке Диевка порядка 12 тысяч частных домов. Газ для его жителей такая же жизненная необходимость, как и для большинства украинцев. Недавняя реорганизация Днепропетровского газового хозяйства заставила жителей Ленинского района не на шутку поволноваться. Новой структурой, обслуживающей нашу область, стало публичное акционерное общество Днепропетровск «Газбыт». В связи с изменением поставщика на плечи людей легли дополнительные бюрократические сложности. По их словам, в процессе перезаключения договоров и оформления новых лицевых счетов у многих обнаружились взятые с потолка тысячные долги по оплате. Проблемой стало и получение консультативной помощи. Ближайший обонпункт на улице Мониторной перенесли в поселок Тарамское. Теперь люди вынуждены вставать ни свет ни заря, пересекать железнодорожные пути, ехать на нескольких видах транспорта и по долгу стоять в очереди. Ведь консультативный пункт остался единственным на несколько поселков. Об этих проблемах жители Ленинского района говорили на собрании, которое прошло в здании 94-й школы. У вас 2,5 тысячи долг. Я говорю, красавица, девушка, у нас долгу нет. Вот тебе питанции наши, которые мы уплатили. Она швыряет эту питанцию, швыряет свою ручку. Не будете платить, я вам завтра приедем, отрежем газ. Днепропетровск газ сократил точки приема документов, приема граждан. И сегодня Диевка первая и вторая вынуждены ехать аж на Сухачевку. Это мало того, что неудобно, это дорого. В основном в этих районах проживают пенсионеры. И это крайне негативно. Очень плохое отношение работников Гургаза к людям, которые приходят к ним за консультациями. Среди организаторов встречи были Евгений Морозенко. Ведь именно к нему обратились отчаявшиеся люди. Будучи народным депутатом Украины, он всегда откликался на просьбы. Избирателей не оставляет родной район и сейчас. В Днепрогазе есть проблема переоформления счетов, оплат, неправильно насчитанные долги. Мы пригласили главного инженера, пригласили жителей, которые задавали этот вопрос. И вот видите, два с половиной часа или три шла такая очень серьезная работа. В результате мы договорились кое о чем. Ну и надеюсь, что теперь местное дело, вот эта проблема сдвинется с места, как и много других проблем, которые здесь обсуждались. В ходе обсуждения сложившейся ситуации с представителем Днепрогаза у людей появилась надежда на открытие абонентского отдела на улице Братьев Трофимовых. Правда, пока это только в планах. Оставшийся открытым вопрос о платежах представитель Днепрогаза прокомментировал так. Вот попытались сегодня объяснить, что на сегодня спешить заключить договора не нужно. Платежи можно производить как по новому лицевому счету, так и по старому лицевому счету. Ваши деньги никуда не деваются от этого. Они все равно будут использованы именно по вашему адресу, по вашей прописке. Эти деньги не пропадут. Корреспонденты ОТВ будут следить за развитием ситуации. О том, как она изменится, мы расскажем в наших следующих выпусках. Очень жаль, что подобные случаи происходят из-за бюрократии, которая по-прежнему имеет место в нашей с вами жизни. Правда, сейчас у жителей области появилась надежда на упрощение доступа к административным услугам. По информации облсовета, в регионе уже оборудовано 35 информационных центров. Проект местного и регионального развития стал одним из 830 разработанных в облсовете. Часть программ уже воплощена в жизнь при помощи зарубежных партнеров. Но огромную часть еще предстоит осуществить. И едва ли не самая главная тема – децентрализация власти. На этой неделе Днепропетровск посетили иностранные эксперты и поделились своим опытом проведения территориальной реформы. В Днепропетровск посетили эксперты Ассамблеи европейских регионов. Целью их визита стало обсуждение вопросов децентрализации с представителями областной, районной власти и территориальных общин. В ходе заседания «Круглого стола» председатель Днепропетровского облсовета Евгений Удот презентовал ряд проектов расширения международного и межрегионального партнерства и рассказал о конкретных планах и уже проделанной работе, касающейся местного самоуправления. Основные направления программ сотрудничества с европейскими партнерами – экономия энергии, упрощение бюрократических процедур и эффективное управление городами региона. Наша область делает активные шаги в вопросах децентрализации и реализации тех законов, которые уже внедрены сейчас в Украине. Мы эту работу будем делать дальше. В свою очередь представители Ассамблеи европейских регионов из Германии, Италии, Франции, Польши и Румынии выразили готовность поддерживать представленные проекты местного и регионального развития. Процесс децентрализации, процесс территориальных реформ происходит по всей Европе. Происходит в данный момент даже в Италии, где вопрос децентрализации поднимается и решается. Мы понимаем, насколько чувствительным является этот процесс, поэтому мы переживаем и ощущаем очень серьезный уровень политического напряжения в связи с внедрением реформ в нашей стране. Я из земли Бранден-Гутенбург. Это земля, которая пережила очень серьезную территориальную реформу в 1974 году. Поэтому я буду очень рад поделиться своим личным опытом по мере необходимости. Такими, на наш взгляд, были главные события этой недели. Всем удачных выходных. До встречи в следующую пятницу.